Добрый утро, товарищ. Если я правильно понимаю, Творец нас путает, чтобы мы думали, воспринимали неправильно разные состояния, что болезнь — это наказание. Болезнь — это не наказание, а приглашение к приближению. Зачем он нас сбивает, чтобы мы так думали, что это наказание, чтобы мы думали, что это наказание? А что, если бы было, чтобы мы сразу думали, что это исправление? Мы, видимо, относились бы иначе. Так мы относимся к болезням лично и понимаем, что мы должны преодолевать их. Мы еще находимся в таком состоянии. А потом, когда мы будем приближаться больше и больше, мы начнем видеть эти неисправности не как по-настоящему болезни, а более высокими. Что и какое-то отдаление между нами — это болезнь. И какое-то охлаждение между нами — это тоже болезнь. И тогда болезни тоже как исправление будут на более высоких уровнях. То есть из-за страданий он проводит нас через страдания. И сам начальник у нас уже, в общем-то, есть ответ. То есть чтобы мы понимали, что говорится о исправлениях, тогда он может исправить нас. Но он мог дать нам понять, что это исправление. Так ты должен вместе с товарищами соединяться и понимать, что нет больше, чем отдаление между нами, что является болезнью, и приближение между нами, что является лекарством. То, что я хочу сказать, что я чувствую злость по отношению к нему, что он проводит нас через дестрадания. Он хочет, чтобы дать нам добро, что он как творец, дающий добро, творящий добро. Зачем он проводит нас через дестрадания? Можно было сказать с самого начала, что это говорится об исправлениях, а не болезнях? Нет. Это ты должен видеть сам. Поэтому приходит учитель, великий Рабаш, и объясняет тебе это. Спасибо, Раб.